Добрый день, в эфире Рябунг ТВ. У нас в гостях координатор Евразийского экспертного клуба, председатель общественной организации интеграции и развития, политический обозреватель Арам Веленович Сафарян. Добрый день, Арам Веленович. Здравствуйте. Спасибо, что в очередной раз пришли в нашу студию. Спасибо большое за приглашение. Арам Веленович, вот на днях Евразийский экономический клуб на пресс-конференции представил результаты исследований, которые проводили известные профессора в области экономики Ашот Тавадян и Татул Манасариан. Они изучили состояние экономики Армении, представили некоторые прогнозы. И вот это исследование мы знаем, что будет передано в правительство. Хотелось бы поподробнее поговорить сегодня об этих результатах. Там говорится, что у нас в Армении имеется уже какой-то экономический рост, что в прошлом году у нас был спад экономики 8%, и в этом году уже есть улучшения. Можно поподробнее, что нас ожидает. Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо за интерес к нашему исследованию. Действительно, уже седьмой раз, начиная с 2015 года, Евразийский экспертный клуб силами своих ведущих экономистов, профессоров Ашота Агасевича Тавадзяна и Татула Нурайровича Манасариана, проводит экономическое исследование о состоянии экономики Армении и делает некоторые возможные прогнозы. Последние 3-4 года наши исследования так понравились медиапространству, что уже стали востребованными, потому что кроме нас таких исследований в стране никто не делает. И тем более это важно, что мы делаем это в контексте членства нашей страны в Евразийском экономическом союзе. Грубо говоря, мы свиняем свои часы с экономиками стран пятерки Евразийского экономического союза. И это очень важно с той точки зрения, что наше общество старается понимать, какие ждут нас перспективы, где наша польза, где наша выгода от участия в Евразийском экономическом союзе. Вот наше исследование было за прошедшие несколько дней востребовано. Об этом говорит и интерес средств массовой информации в Армении и за пределами нашей страны. И я очень рад, что на русском языке нам сегодня удается поговорить в вашей студии об этом исследовании, чтобы не только в Армении, но и за ее пределами наши друзья получили возможность поглубже изучить, понять реальное состояние дел в армянской экономике. Действительно, после очень нехорошего спада в прошлом году более 8% нашего валового внутреннего продукта, в этом году со второго квартала начинается восстановительный рост, и практически все сферы экономики так или иначе зафиксировали этот восстановительный рост. Причем интересно, что не только речь идет о восстановлении пока частичных посредствий пандемии коронавируса в экономике, но мы зарегистрировали в нашей стране в июне, например, больше рост, чем в мае, в июле больше рост, чем в июне, и это говорит о том, что состояние нашей экономики после этого глубокого и тяжелого удара, обусловленного с одной стороны коронавирусом, пандемией коронавируса, а с другой стороны 44-дневной войной, ситуация более-менее поправляется. Теперь, рейтинговые организации делают прогнозы о экономике Армении, причем эти прогнозы были поправлены в июне, сначала сделаны в апреле, очень скромно тогда регистрировали для нас рост, Международный валютный фонд даже, говоря, только 1% возможен рост экономики Армении в 2021 году, но в июне, пересмотрев эти данные уже по факту изучения состояния экономики, международные крупные организации, Всемирный банк, Международный валютный фонд, рейтинговое агентство ФИЧ, Банк реконструкции и развития европейский, Евразийский банк развития, Евразийская экономическая комиссия, все делают прогнозы о том, что такой оптимальный вариант, это в 2021 году для Армении регистрировать рост экономики в 4,5%. Причем Центральный банк Армении заявил, что инфляция ожидается в этих же рамках примерно плюс-минус 4,5%. Я хочу еще одну вещь скажу, что очень важно, что мы не только регистрируем данные роста в промышленности, в строительстве, в сельском хозяйстве, в сфере услуг, в банковской системе, но мы регистрируем также рост нашего экспорта и одновременно рост нашего импорта. Все это восстановительные процессы, это восстановительный рост. Пока говорить о стабильном росте рановато, но это показатели, которые внушают некоторый осторожный оптимизм. С учетом инфляции 4%, как вы сказали, и с какими-то прогнозами, которые тоже в районе 4%, самые лучшие прогнозы это до 6,5-7%, получается, что обычный обыватель не почувствует на себе положительной тенденции? Очень хороший вопрос. Спасибо, конечно. Нужно понимать, что цифры иногда говорят одно, а социально-политический климат и обстановка реальная, она другая. Это нужно понимать, но я хотел бы по этому поводу сказать буквально следующее. Наши аналитики, экономисты, о которых я говорил, наши ведущие специалисты, известные во всей Армении и за ее пределами далеко, говорят, что при хорошем положении дел действительно может иметь место 6-7% рост и даже восстановительный рост экономики. Но это после прошлогоднего падения более 8% все равно не восстанавливается экономика. И поэтому в лучшем случае ожидается ее восстановление уже в 2022 году, где-то, может быть, в середине, а то и в конце. Это с одной стороны. Другое, мы понимаем, что есть сегодня четко два сценария. Есть такой оптимистический сценарий, и если ничего не будет мешать, то это действительно 6-7% рост нашей экономики при подъеме активности нашего бизнеса в 7,5%. И есть такой пессимистический сценарий, что этот рост будет не более 4,5%, и тогда, конечно же, общество не почувствует на себя ее реальные результаты. Посмотрите, пожалуйста. Я люблю это говорить, потому что я думаю, что армянскому обществу пришло время серьезно подумать, собраться все вместе, власти, оппозиции, бизнесу, обществу, экспертно-научной среде, собраться вместе и подумать, а может ли наша страна, может ли наш народ, народ Армении, создать такие условия у себя в стране, чтобы у нас был ежегодный как минимум рост в 7-7,5%, и чтобы 7-8 лет этот рост стабильно держался. Если мы добьемся такого показателя, то тогда через 8 лет ВВП Армении возрастет в 2 раза. Мы войдем из числа стран бедных среднего достатка в число быстро развивающихся среднего достатка стран. У нас будет не как сейчас 4,5 тысяч долларов на человека ВВП, а будет уже 8 тысяч, 9 тысяч ВВП на душу населения. И это будет очень серьезный показатель, это будет очень серьезный рывок с совершенно другими социальными последствиями, чем мы сегодня имеем. Мы же, посмотрите, в эпоху пандемии и войны, и военного положения получили ситуацию, где у нас возросла бедность, возросло число бедных стран, сократились реальные доходы очень больших слоев населения, ухудшилась социальная ситуация. Понимаю, что люди не волнуются очень, потому что понимаю, что это временно, но временно сколько? Один год? Два года? Три года? Сколько временно? Поэтому нужно, я думаю, что теоретически вероятно, и об этом говорит наш оптимистический сценарий, теоретически вероятно мобилизовать армянское общество вокруг идеи большого роста армянской экономики, с тем, чтобы мы, как и наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу, Россия и Казахстан, наконец-то встали на путь стабильного долговременного развития. Арам Веленович, вот вы говорили о необходимости сплочения общества. Во время пресс-конференции уважаемый профессор Ашот Тавадян говорил о резервах роста экономики Армении и отметил несколько ключевых проблем. Среди них это необходимость коррекции налоговой политики, процентные ставки, индекс коррупции в Армении. Он назвал необходимостью, чтобы Армения вошла в 50 стран с низкой коррупцией. Также говорилось о необходимости открыть железную дорогу через Грузию, то есть связь Армении с Россией обеспечить. А также говорилось о необходимости обеспечения безопасности Армении, что первоочередно для развития экономики. Учитывая вызовы региона, можно говорить о возможностях решения этих проблем и, в первую очередь, обеспечения безопасности для того, чтобы развиваться... Да, я не хочу выглядеть смешным, но хочу сказать, что я в этих вопросах, конечно, оптимизм. Чувствуя, как Российская Федерация серьезно взялась за дело возобновления коммуникаций на Южном Кавказе, я так понимаю, что Москва может влиять очень позитивно на процесс поствоенного восстановления в регионе и установления нормальных отношений между странами. Я понимаю, что сегодня Россия очень серьезно хочет возобновить работу коммуникаций из России через Азербайджан в Армению, в Иран, через Иран в Армению, из Армении в Азербайджан и в Россию. И это важно тем, чтобы все страны Южного Кавказа почувствовали хорошие, положительные плоды поствоенного нормального мирного развития. Я понимаю, что этот процесс идет, и нам нужно встроиться в этот процесс. С другой стороны, я хочу сказать, что это очень сложные вопросы. Конечно, вы правы. Наши экономисты считают, что нужно возобновить работу грузинской и абхазской железной дороги. Причем наш профессор Тавадзян говорит, что только России будет трудно этот процесс налаживать в Грузии, и поэтому было бы очень неплохо, если бы наши союзники, друзья, Беларусь и Казахстан тоже присоединили свое влияние, свой голос для того, чтобы возобновить работу через абхазскую железную дорогу. Это сложный процесс. Теоретически он решаем, но практически это очень трудно. С другой стороны, мы понимаем, что сегодня перевал Ларс принимает в день с обоих сторон туда в Россию и из России обратно 980 фуров. 980 грузовиков в день перевозят товары, и это максимальная ее пропускная способность. Если даже потратить там еще 10 миллиардов, а 1 миллиард уже был потрачен, с тем, чтобы из 180 грузовиков сейчас уже могут обслуживать 980 грузовиков. Но уже больше невозможно. Там природные условия таковы, что очень сложно сейчас добавлять там какие-то новые возможности, задействовать новые мощности. И поэтому обретает особый смысл автомобильное сообщение между Арменией, Азербайджаном, Дагестаном и дальше вглубь России, и Ираном, из Ирана в Азербайджан в Россию, в Армению, Азербайджан в Россию. Эти дороги начинают получать такое очень важное значение в восстановлении экономического потенциала Южного Кавказа и ее использование для обогащения всего большого региона, для налаживания новых торговых путей в торговле между Турцией и Россией, между Ираном и Россией, между Ираном и Турцией и так далее. Здесь очень важно, чтобы наши политические интересы не были бы ущемлены. Понимаете, с одной стороны, мы обязаны просто встраиваться в этот процесс. Но просто смешно будет, если мы упустим такую возможность. С другой стороны, конечно, и вчера об этом Сергей Викторович Лавров говорил на пресс-конференции, должны быть задействованы, восстановлены все транспортные коммуникации по всем направлениям, а не только одна ее часть, как, например, сейчас трактует Азербайджан, через Нахчевань связать, через Мегри связать Нахчева с Азербайджаном. И все. Нет, такого не может быть, такого не может быть, и никогда ни одна страна на это не согласится. А вот открыть все коммуникации, обеспечить безопасность всех коммуникаций, возобновить нормальный рабочий режим между службами всех стран, пограничными, таможенными, налоговыми, правоохранительными службами, нормальные отношения с тем, чтобы обеспечить мирные передвижения граждан, товаров, денег. Это очень серьезный большой вопрос. Я надеюсь, что он будет продвигаться вперед. Я не вижу возможности, например, в 2021 или в 2022 году задействовать весь этот механизм, о котором я говорил. Но если сейчас серьезно работать в рамках комиссии вице-премьеров России, Азербайджана, Армении, которые исследуют и продвигают этот вопрос, если конструктивно подойти к этому вопросу, то, наверное, решение все-таки возможно. И именно имея в виду тот факт, что Россия последовательно хочет претворить это в реальность. Теперь дальше. Мы говорили о том, что коррупция мешает росту нашей экономики. Действительно. Наши специалисты считают, что сегодня Армения, находясь на 60-й позиции стран с коррупцией, имеет очень нехорошие показатели для привлечения больших инвестиций. Почему? Потому что коррупция добавляет от 5 до 10% на стоимость продукции. И это большая цифра. И продукция становится неконкурентоспособной. Для того, чтобы преодолеть конкуренцию, нужно иметь четкую политику, внутреннюю политику страны, четкие ориентиры. И работать каждый день в этом направлении. Если это сделать, то мы, я думаю, способны войти в число действительно 50 стран с наименьшей коррупцией. И это уже совершенно другой уровень. Тогда уже возможно привлечение серьезных следств, задействование новых серьезных механизмов, мощностей производственных и так далее. Дело к этому идет. Я хотел бы сказать следующее. Мы должны понимать, что сегодня в борьбе с пандемией мы имеем исключительно привилегированную ситуацию, когда наша экономика может развиваться. Сегодня развивается экономика Российской Федерации. Нашего главного экономического, политического, военного партнера. Союзника. Ближайшего нашего союзника. И главного нашего союзника. Экономика России вступила на путь стабильного роста. И это регистрируют все, без исключения международные организации, которые я сейчас представлял. И российские, и евразийские рейтинговые организации. Все говорят, экономика России на подъеме. И в 2021 году она будет вырастить примерно на 30%. 3% она будет вырастать и в 2022 году чуть меньшими темпами, чем в 2021. Но это все равно достаточно для того, чтобы Россия обеспечила свою роль локомотива в евразийских интеграционных процессах, как страна с наибольшим ростом и с наибольшей, хорошей, позитивной ситуацией для развития. Вот я думаю, что малые экономики Армении и Киргизистана в этой ситуации получат большую привилегированную возможность развивать свои экономики. Но это нужно сделать честно, это нужно сделать сознанием дела, это нужно сделать с чистой совестью, конечно, задействовав бизнес-возможности, банковские возможности и, не в последнюю очередь, научно-экспертной поддержкой. Говоря о развитии армянской экономики, эксперты отмечали в первую очередь рост экспорта из Армении на рынке ЕАЭС. И вот как вы отметили, что исследования, вы прогнозировали это в свое время. Конечно. И произошел рост. Также вы говорили, что вы до сих пор прогнозируете, что есть еще большой потенциал у армянской экономики развиваться. При этом, то есть, нужно сказать, что это экономическое улучшение армянской экономики, оно больше связано именно с участием Армении в ЕАЭС. Так нужно понимать. Спасибо большое. Да, очень все правильно. И мы действительно прогнозировали еще в 2017-2018 году, что у Армении есть большой неиспользованный потенциал для наращивания экспорта готовой продукции. Мы должны понимать, что экспорт готовой продукции это главный индикатор роста благосостояния, роста развития экономики в стране. Мы вывозим в Европу сырье, горнорудное сырье, руду меди. Руда меди подорожала в Европе. Вот и наши цифры повысились. Но от этого пользы не очень много, потому что это только сырье, а добавочный продукт, добавочная стоимость, она облетается в процессе подготовки продукта и доведения ее до конечного состояния для продажи. Так вот, готовую продукцию мы вывозим в направлении Евразийского экономического союза. Причем эти цифры тоже возрастли. Если в прошлом году евразийское направление имело обеспечивало 25% нашего экспорта, то уже в этом году 27%, то есть удельный весь нашего экспорта во всем объеме экспорта тоже увеличивается в направлении ЕАЭС. Я думаю, что это обнадеживающие показатели. Растет экспорт из Армении в Россию. Причем, если много лет назад, в начале интеграционных процессов мы вывозили главным образом алкогольные и безалкогольные напитки, то сейчас у нас, конечно, экспорт гораздо диверсифицирован. И это очень хорошо. Но об одной вещи я бы хотел сказать. В 2017-2018 году были обнадеживающие результаты. Быстрыми темпами росла текстильная промышленность в Армении и экспорт текстиля. Так вот, второй год уже подряд эти цифры понижаются. И это нехороший сигнал к тому, что мы уделили недостаточно внимания росту производства текстилей и трикотажа. А тем временем, например, опять же наши экономисты считают, что они могли бы быть локомотивом для роста готовой продукции Армении в целом и за собой потащить другие направления. Я думаю, что ситуация, главным образом, российских рынков сегодня такова, что они благосклонны принимать армянскую готовую продукцию. И это уникальная возможность для дальнейшего роста тех сфер, которые обеспечивают этот рост. Нужно воспользоваться этой ситуацией. Евразийский экспертный клуб убежденно утверждает, что в обозримой перспективе, в среднесрочной перспективе наши возможности будут все время произрастать и наши возможности экспорта будут расширяться. И российский рынок в состоянии принять увеличивающееся число армянского экспорта и в области переработающей промышленности, и фрукты, и овощи, и другие фармацевтические продукты. Я больше скажу, в июле стало известно, что Россия имеет интерес к некоторым отраслям армянской экономики. Это фармацевтика, это металлургия, это IT, высокие технологии, это химическая промышленность, это энергетика, это некоторые сферы обрабатывающей промышленности и так далее. Так вот, эти сферы очень интересны российскому бизнесу, российской экономике, и сейчас изучается возможность инвестиций в эти области. Я утверждаю, что при компетентной работе наших экономистов, государственных, правительственных чиновников, людей, которые ответственны за показатели в экономике, мы можем зарегистрировать положительный рост в этой сфере. И не будет так, и нехорошо, если бы было так, чтобы потом кто-то пришел и сказал, а знаете, мы там с русскими переговорили, у них было интересно, а то бы они отмахнулись и сказали, а не нужно, все. Мы должны понимать, что там, где экономика требует свое, то это в первую очередь безопасность. Безопасность это и безопасность военная, и безопасность политическая, и безопасность экономическая. Все эти сферы безопасности, они должны быть тесно связаны. Не может быть такого, чтобы наш главный союзник была Россия, а экономический партнер кто-то другой. Так не бывает, так в мире так не бывает. Поэтому очень важно, чтобы политическую близость России, союз России, мы бы обеспечили вместе с обеспечением наших экономических интересов. Я верю, что армяно-российское экономическое сотрудничество имеет очень серьезный потенциал. Я хочу напомнить, и я об этом говорил на пресс-конференции, с 1920 года по 1989 год экономика Армении, советской социалистической республики Армении, выросла в 527 раз. Скажите эту цифру, 500, 227 раз. И это есть наглядный показатель того, что из чего можно превратить, если со знанием дела, если с большим желанием, если с большой мощью взяться за решение этих проблем. Конечно, советские специалисты ушли, умерли, поколения изменились. Новые специалисты, может быть, такими знаниями, такими навыками не обладают. Но есть у нас возможность готовить специалистов России, есть у нас возможность использовать потенциал армяно-российского научного, экспертного сотрудничества. Вот в этой свете, с вашего позволения, хотел бы сказать, в воскресенье мне позвонили из Ростова-на-Дону руководители двух ведущих учебных заведений. Во-первых, это Южно-Российский государственный политехнический университет имени Платова, это Новочеркасский, 30 километров от Ростова-на-Дону. И второе, это Новочеркасский инженерно-миллиоративный институт имени Картунова. Так вот, я хочу сказать, и Южно-Российский государственный политехнический университет, и Новочеркасский инженерно-миллиоративный институт являются одним из 50 лучших российских учебных заведений. У них у обоих недобор. Они обратились в правительство, говорят, давайте пригласим из братских стран студентов на бесплатное обучение, бесплатно предоставим им общежитие. Пусть живут, пусть учатся, это будет наша помощь братскому армянскому народу. И вот они мне говорят, пожалуйста, ну скажи, так вот я, воспользуясь предоставленной вам возможностью, скажу, друзья, позвоните, я вам дам просто номера телефонов, позвоните в Новочеркасский. Это огромный студенческий современный городок, очень хорошие профессора, очень хорошие учебные заведения. Идите, поступайте, учитесь. Таких возможностей, хочу сказать, со временем будет все больше и больше. Потому что интеграционный процесс развивается, он требует свое. Интеграция требует, чтобы у нас выравнивались социальное положение, условия труда, значит, производительность труда, чтобы люди имели возможность, например, работать в Якутии 20 лет, а потом получать пенсию в Ереване. Например, на Дальнем Востоке работать, получить там свой гектар, потом переехать в европейскую часть, оттуда приехать в Ереван и, значит, под конец получать эти зарплаты, эти пенсии, которые они наработали где-то. Это все возможности, их надо использовать. Интеграция берет свое. Поэтому я в целом, вот вы говорите, я вернусь к тому, что осторожный оптимизм у меня есть. Вот это помогает мне больше работать в этой сфере в качестве эксперта, в качестве ученого. Я бы, например, выразил готовность Евразийского экспертного клуба всемирно поддержать тех наших государственных, политических деятелей, которые будут, пожелают работать в направлении такого приближения, такого взаимодействия, такого сотрудничества с Братской Россией, которое бы реально помогло улучшению экономического положения нашей страны и процветанию Республики Армения. Говоря о достижении экономики, о развитии экономики в рамках Евразийского экономического союза, о росте экспорта из Армении, готовой продукции, вспоминается, что несколько лет назад некоторые армянские политики и в частности нынешний премьер, он говорил о необходимости выхода Армении Евразийского экономического союза, также прежние власти, соратники Роберта Кочаряна высказывали опасения по поводу вступления тогда Армении в Евразийский экономический союз. Сейчас в армянском политическом поле какие настроения по поводу участия армянских? Спасибо большое. Я, например, рад, и хочу это подчеркнуть, искренне рад, что основные политические силы страны сегодня стоят на понимании позиции, важности укрепления, углубления, развития отношений с Россией. Это совершенно очевидно, это правда. Я не хочу возвращаться к прошлому, но констатирую, что армяно-российские политические связи сегодня на очень высоком уровне, и об этом не в лишний раз сказал, не в лишний раз сказал Сергей Викторович Лавров на последней пресс-конференции. У нас очень на доверительном, хорошем уровне официальные отношения, и вместе с тем я могу сказать, что, конечно, у нас в стране много врагов, противников союза с Россией, много. И я думаю, что русофобские есть настроения, есть настроения такого опасения и недоверия к России. В целом, я считаю, что антироссийских выступлений в процессе внеочередных выборов было так много, как не было никогда за последние 30 лет. Но это риторика. Я это понимаю, это риторика. Пока это не действие. Это только риторика. И нужно просто внимательно к этому относиться и понять, а действительно ли это начало какого-то нехорошего процесса, который мы должны серьезно и вовремя распознать. С другой стороны, я хочу сказать, что очень крепкие политические отношения, которые сегодня есть у всех ведущих трех политических партий в России, у всех у них есть друзья, у всех у них есть знакомые, у всех у них есть коллеги, все они имеют свои ниши в общении с российскими партнерами. Насколько это положительно будет влиять на росте благосостояния армянского народа. Вот то, что сегодняшние основные политические силы страны, за небольшим исключением, это мы тоже знаем, что есть в этих силах, во всех трех политических силах есть люди, которые плохо относятся к России, которых, ну, можно назвать русофобами, ненавистниками руса и так далее. Они есть. Ну, что же поделать, это наши реалии, это нужно понимать, нужно изучать, нужно опасаться распространения этих влияний, потому что это реально может навредить стратегическому партнерству армяно-российскому, но поезд идет, как говорится, процесс идет, и нужно встраиваться в этот процесс. Я считаю, что не в последнюю очередь армянские политические силы сегодня должны обсуждать между собой и с другими акторами политического пространства Армении возможности использования всех рычагов и влияний для улучшения экономического положения Армении. Понимаете, если мы в этом году будем иметь хороший такой небольшой, но хороший рост, который восстановит экономику, не будет пока ее продвигать, а просто восстановит показатели 2019 года, то потом уже в 22-23 году мы должны быть готовы к тому, чтобы какой-то был серьезный политический дискурс для обеспечения экономического роста. Мы просто обязаны об этом подумать. Если мы не будем об этом думать сегодня, завтра, послезавтра может быть очень-очень поздно. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, да, действительно, я считаю большой удачей, что поменялось отношение сегодняшних властей, прежних оппозиционеров к России и к союзу с Россией, что они понимают важность этого союза. Опять же, вчерашняя пресс-конференция в Министерстве иностранных дел Российской Федерации свидетельства этому, и я думаю, что мы должны подумать о том, чтобы использовать политический потенциал нашего союза и военно-политический потенциал нашего союза для серьезного сопровождения экономического развития. Говоря о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза, на ваш взгляд, насколько вероятно в ближайшем будущем вступление Азербайджана в этот союз в качестве члена или как наблюдателя, какие там настроения наблюдаются? Да, спасибо, этот вопрос мне задают уже 4 года, регулярно мне задают российские журналисты в основном, да, ну и один турецкий журналист тоже задавал мне такие вопросы, и наши друзья в Иране очень внимательность не дят за этими процессами, я с иландскими армянами общаюсь, очень близкие у меня там друзья, и они тоже хотят понять, реально возможно, что Азербайджан станет частью евразийского экономического государства, вы посмотрите, сейчас два параллельных интеграционных процесса идет, один процесс, там ледокол у нас локомотив Россия, из России идут Казахстан, Армения, Беларусь, Киргизистан, очень может быть, что одна или две еще центрально-азиатские страны могут со временем стать членами этого союза, но с другой стороны идет проект Большого Турана, интеграция, где во главе выступает Турция, Россия и Турция сейчас обречены на политику с одной стороны сотрудничества, с другой стороны состязания, чтобы быть привлекательными для остального мира региона, выступления в качестве локомотивов интеграционных процессов. Я думаю, что сейчас внешнеполитическое положение диктует необходимость для России иметь неплохие хорошие отношения с Турцией и ее союзниками, и я думаю, что где-то думают и о том, чтобы параллельно продвигать оба интеграционных процесса, с тем, не мешать друг другу, по возможности взаимодействовать, с тем, чтобы обеспечить самое главное стратегический мир в большом регионе евразийского пространства. Я не знаю, Азербайджан согласится или нет. Я помню, что говорили, что Нагорно-Карабахская проблема, она мешает членству Азербайджана в ЯЭС. Сейчас эта проблема в своей основной части для Азербайджана решена. Я не знаю, как они будут отмахиваться, чтобы не входить в ЯЭС после того, что случилось. А с другой стороны, я, например, думаю, что если Россия серьезно продвигает вопросы возобновления транспортных и прочих коммуникаций на Южном Кавказе, то, конечно, вступление всех стран региона в Евразийский экономический союз могло бы играть очень серьезное положительное воздействие, иметь воздействие на развитие и процветание региона. Могут мне сказать, что Азербайджан самодостаточный? Конечно, нет. Нет. Конечно, нет. Но пока посмотрите рейтинги. Ну, у нас 4300 или 4500 долларов уровень ВВП на душу населения, у Азербайджана 4800. Ой, ли такая большая разница, чтобы говорить о процветающем Азербайджане и бедной армии. Ой, ли? Конечно, нет. И в этом смысле, конечно, нужно принимать такие решения, которые серьезно, кратно, многократно могут развивать наши экономические потенциалы и способствовать улучшению экономического положения в наших странах. Я думаю, что армянская власть имеет возможность влиять на эти процессы, если пожелает. И если пожелает играть конструктивную роль в региональных процессах, то наша новая армянская власть должна заручиться поддержкой армянского общества в целом. и я думаю, что было бы очень неплохо говорить о подготовке каких-то референдумов, например, где могли бы обсуждаться вопросы о открывательной коммуникации с Азербайджаном, о возобновит ли нормальные дипломатические отношения, которых, кстати, никогда не было с эпохи независимости, армии с Турцией и так далее. Это вопросы, где наше общество должно думать, должно выражаться и должно реагировать каким-то образом. Поэтому я считаю, что очень неплохо было бы вести это в цивилизованное русло развития, цивилизованное русло каких-то позитивных процессов, обеспечить обсуждение их и какие-то совещательные, может быть, референдумы. Ведь у нас есть такой закон совещательный референдум. Просто попросить Совета у народа. Как вы думаете, возможно ли нормализация с Азербайджаном? Возможно ли нормализация с Турцией? Пусть народ выражается, пусть эксперты, ученые, востоковеды, политологи, пусть говорят, пусть помогают народу разобраться в чем дело. Я оптимистически смотрю на это дело. То, как российская внешняя политика взялась за дело урегулирования ситуации на юге Кавказа, это внушает, конечно, большую симпатию. Я не знаю, чем это все закончится, но мы должны искать нашу выгоду и нашу пользу в этом процессе, решить вопрос возвращения наших военнопленных, распознания наших трубов, погибших наших людей, решить вопросы возобновления экономического восстановления, восстановления, и не в последнюю очередь, всемирной помощи Нагорному Карабаху в экономической жизни, в жизни обеспечения простых людей, которые там сегодня находятся, и которые очень нуждаются цивилизованной, хорошей поддержки, там напряжение очень высокое, там воды не хватает, масса других вопросов. Эти вопросы нужно решать. Для решения этих вопросов нужны новые потенциалы экономического роста. Такой потенциал обеспечивает наше участие в Евразийском экономическом союзе. Арам Веленович, большое вам спасибо за интересную интервью. Спасибо вам большое. Продолжение следует...